В последние дни в либеральных средствах массовой информации идет буквально бурная кампания протестов против якобы преследования выдающегося режиссера, театрального художника и так далее, подобного Кирилла Серебренникова, который является руководителем так называемого Гоголь-центра. Но если посмотреть немножечко назад, то мы обнаружим за господином Серебренником не только руководство Гоголь-центра, но и разрушение известнейшего существования уже в течение многих десятилетий театра имени Гоголя. То есть в свое время господин Серебренников и те, кто за ним стояли, не моргнув глазом, выкинули на улицу фактически труп у этого театра, так сказать, и заняли это помещение. Причем надо отметить, что это помещение совсем недавно, перед тем, как все это произошло, отремонтировали, отреставрировали. Это были десятки миллионов рублей. И тем не менее безжалостно все было ликвидировано, то, что уже было наработано. Но сейчас вернемся к сути вот этих вот протестов, к сути этого скандала. Значит, действительно прошли обыски на квартире, прошли обыски в театре, и либеральная общественность возбудилась, так сказать, начала устраивать митинги, пикеты, коллективные обращения и так далее и тому подобное. Все подается под соусом того, что якобы подавляет свобода творчества этого как бы выдающегося режиссера. Но вместе с тем, объявляя обвинения, которые выдвигаются по этому делу, они очень серьезные. Речь идет о сумме ни много ни мало, как 200 миллионов рублей. Это огромные средства. Особенно если они сейчас выделяются на культуру, ибо бюджетное финансирование культуры настолько скудное, что еще удивительно, как она до сих пор выживает. Особенно печальное положение, конечно, сельских домов культуры, которые фактически разрушаются. У них нечем платить за отопление, нечем платить зарплату библиотекарям и худрукам. То есть что такое 200 миллионов рублей? Вот я для себя прикину, если взять 200 сельских домов культуры и дать каждому из них по миллиону, это будет колоссальная сумма, которая не только поддержит их на плаву, но и даст мощный толчок развитию культуры в этом регионе. А тут нам говорят, так сказать, из-за чего вцепились человека. Какие-то несчастные 200 миллионов, не долларов, рублей. Но самое главное в этой истории, не только виновен господин Серебренников или не виновен, так сказать, в этой ситуации, а в том, насколько рьяно вся либеральная театральная общественность, так сказать, кинулась в его защиту. Особенно худруки, так сказать, и руководители крупных театров. У меня сразу же возникают вопросы. А почему это они так дружно кинулись? Возникают вопросы, не является ли вот такое вот осваивание бюджетных средств всеобщей тенденцией? Не причастны ли другие родители свободы культуры к аналогичным, не вполне легальным и сомнительным операциям? Большие вопросы к тем, кто энергично начал подписывать коллективные письма. И второе обстоятельство. Нам говорят, руки прочь от художника. Подождите, ребята. Если правоохранительные органы предъявляют обвинение, они явно не взяты из потолка, не из воздуха. Очевидно, за этим что-то есть. Если мы говорим о том, что не должно быть вмешательство в деятельность правоохранительных органов, в деятельность суда, позвольте правоохранительным органам и суду довести это дело до конца. Театрального режиссера, художника с мировым именем, как нам это утверждают, в чем я сильно сомневаюсь, нельзя трогать. То есть, как бы вот эта категория людей выводится за рамки закона и ставится над законом. То есть, создается каста неприкасаемых. И третье обстоятельство заключается в том, что фактически осуществляется давление не только на правоохранительные органы, но и на главу государства. Ему говорят, подожди, Владимир Владимирович, известный демарш господина Миронова, одного из худруков, одного из театров. Он пришел на церемонию награждения государственной награды. И вместо того, чтобы поблагодарить правительство за награждение главу государства, он вручил ему коллективное письмо. То есть, он использовал это мероприятие торжественное, праздничное для политического демарша. Это давление на главу государства с тем, чтобы глава государства оказал давление на правоохранительные органы. Если правоохранительные органы начали расследование вот этого эпизода, инцидента, хищения, как хотите назовите, они будут стремиться довести его до конца. Но, скорее всего, найдут стрелочников. Уже два человека задержаны, главбух одного из центров, так сказать, еще кто-то. Может быть, найдут еще и еще кого-то, так сказать. Но те, кто реально управлял этим процессом, явно совершенно останутся вне предела достигаемости правоохранительных органов. Им будет сказано, вот берите кого хотите, но вот этих вот не трогайте. То есть, еще раз, избирательный характер нашего правосудия, так сказать, будет подтвержден вот самым таким ярким, безобразным, бесстыдным образом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА